Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 2, вопрос 855. «Наши дети были несколько лет назад в вашем лагере и привезли на себя характеристики, а другим их не выдали. Почему? И для чего нужны эти характеристики?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Наш лагерь-стан православный, и поэтому все вопросы, как и его деятельность, нужно рассматривать с позиции православия. Мы признаем бессмертную душу, для воспитания которой требуется намного больше усилий и затрат, чем для тела. Всюду, во всех лагерях, как я знаю, занимаются только телом – накормить, напоить, подлечить, развеселить. У нас же идет непрерывная духовная работа, наблюдение за детьми, за их душою, духовными изменениями, их ростом. Каждый день трижды перед приемом пищи воспитатели дают отчет о поведении детей и их работе, и сразу же следует или награда, или наказание. Если в детях хоть что-то есть духовное, то они готовятся приехать и на следующий год, и просят себе характеристику. Те, которые вели себя дурно и не думают приезжать, а рвутся домой, и от характеристик отказываются, и не просят. Когда характеристики уже отпечатаны на бланке с печатью и подписью, то они зачитываются вслух перед всем лагерем и выдаются отъезжающим в этот день. Иногда отъезжающих сразу бывает до десяти человек. Во время чтения характеристики не читается ни фамилия, ни имя, но дети мгновенно после двух-трех слов говорят, о ком она написана. Это говорит о том, что характеристики нестандартные, не шаблонные, но отражают самую суть, лицо, в кавычках, клиента. В этих характеристиках анализируется прошлая жизнь ребенка, настоящая и прогнозируется будущее. На что родителям нужно обратить особое внимание. Характеристики просят у меня не только дети, но и воспитатели, и даже посторонние, прознав, с какой тщательностью мы пишем их. Случается иногда, что один из родителей бывает не согласен с одним или двумя словами во всей характеристике, но другой из родителей с сокрушением покачав головой скажет, «Нет, все правильно». «Когда я прихожу на занятия в университет, то моя сумка переполнена различными бумагами, которые я вам и зачитываю. Когда вы задаете вопросы очень сложные, я отвечаю и на них сразу же, экспромтом. Но придя домой, я снова читаю ваши вопросы и сажусь за книги. И теперь с выписками, с указанием мест в книгах отвечаю более подробно. «Зачитаю несколько характеристик без указания фамилий, а вы возьмете для себя то, что сочтете полезным. Иногда пройдет уже ползимы, а нам все пишут и просят родители и бабушки. Почему же нашему чаду не выдали характеристику? Напишите ее, пожалуйста, чтобы нам знать, на что обратить особое внимание в воспитании». Первая характеристика. Коля, 7 лет, город Новосибирск. Не в меру жирный, как маленький боровок. И это в 7 лет. Кандидат на инфаркт. Очень хитрый, ленивый и лживый. Лжет привычно и искусно. Сперва сделает пакость, а потом бежит к воспитателю. «Там кто-то вот то-то сделал!» Расследование с трудом при множестве свидетелей заставит сознаться его. В случае с песочницей. Страшно и долго запирается в своей лжи до последнего. Но когда его припрешь к стенке, он покраснеет, глаза нальются слезами, сам как пузырь вздуется и пролепечет. «Да, я это сделал!» Может тебе смотреть прямо в глаза чистым, ангельским взглядом и лгать. Очень трусливый, заложит любого. Легко и без принуждения. Бедные родители столько лет знали про наш лагерь и не присылали свое, в кавычках, сокровище. Здесь давно бы из него все это достояние повытрясли. Любит много и вкусно поесть. И поспать в любой позиции, в любом непригодном для спанья месте. Видно, что дома, ни в еде, ни во сне его никогда не ограничивали. Растет большая, злобная, с большой буквы свинья, в полном смысле этого слова. И виноваты в этом родители. Очень пакостный и жестокий. Чужие страдания вызывают у него смех. На них он смотрит с удовольствием и любит их причинять другим. Прыгнуть на спину другого, когда двое борются, всей тушей, как бы переламывая позвонок. Может запулить камнем в девочку, дать тумака слабейшему себя. С первого дня и часа появления в лагере Стани начал материться на три буквы и по-иному. И этот, в кавычках, фрукт из верующей семьи? Веры в Бога, вероятно, нет вообще. За время пребывания в лагере Стани сдвига в положительную сторону не произошло. А мог бы измениться при множестве, в кавычках, горячих, полученных им. Воспитание родители запустили страшно. От Коли наставление, как об стенку горох. Родители, бейте тревогу! Это растут в нем плевелы вашего воспитания и понимания духовной жизни во Христе. Еще в этой жизни вы будете наказаны через него. А в будущей жизни какой дадите ответ за такое воспитание? Все это Коля делает в стадии христианина, ибо крещен. Он должен быть детем Божиим, а он уже в семье, а он уже в семь лет ревностное чадо дьявола. Пороки сидят в нем прочно. Коля очень активный на всякое зло. На нарушение устава лагеря Стана стремительно идет на контакт с чужими, разинув рот, слушает и учится пакостям. Ум его изобретателен на зло. Коля не отказана приехать и на следующее лето к нам. Начальник лагеря Стана Лапкин Игнатий Тихонович. Старший воспитатель Приходько Наталья Николаевна. 25 июля 2001 год. Характеристика номер 2. Катя, 9 лет. Худенькая, подвижная, маленькая мама Лариса. Неброская, послушная, добрая. Аккуратная, вещи всегда чистые и аккуратно сложенные. Не то, что у ее брата Коли. Там все грязное и разбросано. С грязными ногами затащится на чистые, просто не спать, ходит без носков. Катя противоположность брату своему. Она хорошая помощница по кухне и на огороде. В работе старательная, но с ленцой. Сама в чем-то на помощь не напросится. Искусно умеет врать. Запирается во лжи до последнего. Трусливая, боится наказания. Очень любит купаться, но плавать так и не научилась. Держатся такие за перила лягушатника, как слепой за стенку. Потому и висят в воде на перилах все лето. Боится воды. Хорошая нянька, любит маленьких детей. В коллектив входит легко и из него не выделяется. Серая мышка. Так как никакими талантами не блещет, как все. Вот ее лозунг. Катя нужно больше читать, развиваться духовно и физически. И чтобы помогла брату Коли избавиться от страшного ожирения, которым он денно и нощно уже мучается. Чтобы он не лопнул в молодые годы, как пузырь на ярмарке. Катя не отказана приехать к нам и на следующее лето. 25 июля 2001 год. Характеристика номер 3. Стоянова Валентина Петровна. 15 лет. Веселая хохотушка. Общительная, живая, простая. Не по возрасту физически развита. Хоть сегодня выдавать замуж. Имеет небольшой лишний вес. Немедленно сбросить его, дабы не превратиться в рыхлую тетеху. В коллектив входит очень легко, благодаря своему легкому характеру. Работящая. Ей можно поручить любую работу. И она выполнит ее хорошо и старательно. И ты заранее уже знаешь это. Честная, совестливая. Не живет по типу сквозняка. Моя хата с краю. Неравнодушна к злу. Смелая, открытая. Но много и часто по пустякам смеется. И это плохо. Но может быть рассудительной, добрая. Может быть хорошим, преданным другом. Жаль, если попадет в такой дом, где муж ревнив и зануда, а родители будут травить ее опекунством по пустякам. Этим заморят ее и не дадут развиться. Аккуратная. Имеет здоровое чувство юмора. Страшно подумать, если такой цветок попадет в желчную семью, где есть осуждение. Ее добрые таланты – это плод родительского воспитания. И похвала им за это. Берегите Валю. Мы полюбили ее. Она в нашем лагере с Таней уже не первый год. Валю всегда оставляем старше, когда куда-то нужно отлучиться. Она и с троем приведет детей. На нее большие надежды, чем на великовозрастных волковых-третьяковых. 25 июля 2001 года. Характеристика номер 4. Вячеславу, 25 лет. Сам попросил меня написать ее. Знакомство с ним произошло у Дыбунова Игоря в Покровском соборе. 28 февраля 1998 года, когда Игорь пригласил Славу на занятия. Бабушки стали отговаривать, не брать визитку, но Слава не послушался увещеваний молитвенец русских и пришел потом на прогулку в лес. В апреле ему разрешили поехать с нами в Потеряевку, поработать в детском лагере Стане. До этого Слава сделал важный шаг, ушел самостоятельно решив из летного училища, где он учился на четвертом курсе. Там я проводил встречи с курсантами на основании слова Божия, отвечая на их вопросы. И вот уже тогда, когда Слава только-только присматривался к христианской жизни, из него полезло такое, что мне пришлось едва ли не расстаться с ним, написав такую характеристику наказ. Слави, как мне видится, твое ближайшее будущее на основании только недельного твоего пребывания в Потеряевке. Первое. Страшная самость. Запущенная болезнь малоразвитых детей. Попытки всюду соригинальничать и поюродствовать. Может, это природная врожденная дурость? Заумниченье, ложное понимание о духовности, лжесмирение и лжепослушание таких доводит до озлобленного безбожия, сектанства, сумасшествия. Второе. Малоразвитость двоечника. Нет открытости. Это легко переходит в хамство. Берегись. Рецепт. Живи проще. Молись. Работай. Занимайся спортом. Живи внимательно. Присматривайся к опыту старших. Прогноз. Сбежишь в ближайшее время. Возможен бунт. И если думаешь давить самостью, то чем раньше это случится, тем лучше будет всем. В общине, при иерархии послушания, тайные лицемеры не удержатся. Радуйся тому, что есть, видишь, соприкасаешься. Радуйся, не куксись. Пищеварение будет работать лучше. Радуйся сегодняшнему. Пока о смысле. Усвой то, что перед глазами. Учись истинному послушанию. Будь интересным духовно и телесно богатым. Интересуйся полезным, не вредным. 29 апреля 1998 год. Среда. Игнатий Лапкин. Прошло почти 4 года. Срок, в который узнали тебя побольше, чем тогда. Но все сказанное тогда, как бы это было вчера. Человек крайне неуравновешенный, непостоянный, опасный, подозрительный, любит смаковать чужую жизнь. Кто с кем и где спит, ест, ходит, живет. По развитию глупый. Когда я спросил его начальника, Акопяна Сергея Дживаншировича, полковника, приезжавшего к нам на 180-летие потеряевки, «А чего же ваш курсант такой глупый, как теленок?» Он ответил, «А я и сам такой». Военные они все такие. Показали на лицо лебедя, генерала. У него же лицо тюремного начальника. «Определение Лебедева АИ» из Алтайской краевой администрации. Слава слишком доверяет своему мнению, которое у него возникает спонтанно и без проверки. Может тут же его ляпнуть, не видя, что оно у него, как всегда, дутое и ложное. Страшный хам. Что-то хулиганское, небитое, до зубодробительства. Твердость его характера есть просто глупое самодурство щедринских героев. Страшно то, что это качество он вмонтировал и в духовную сферу, и в быту. Не любит советы, что ведет к многочисленным стычкам, как с верующими, так и с внешними. Умело стесняет разговаривающих с ним, даже Дубунова Игоря, Перебивая в разговоре тужась доказать нелепость мертворожденной мысли. Синдром Третьякова. Вызывающее наглое ерничание. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Притчи, 12 глава, 13-16 стих. Грубиян, хотя дома с женой и ласков, бывает и внимателен. Зависливый. С этим определением он не согласен будет, но смотрит, почему же не его на какую-то должность избрали. Упрямейший эгоист. Доверить ничего нельзя. Даже детей довести строем до храма не желает. А что, я разве им начальник? Демонстративно отвернет голову на сторону, чтобы показать, что ему нет дела ни до чего. Сведет зрачки до точки. Понятие о женщине, как о курице, только потоптать, ожидая от нее яйца, но ждать, что она родит добрую мысль, вряд ли допускает. Чувство юмора неведомо, и таким людям жить бы только в старообрядцах. Остается въедливость и едкость. Постоянно рвется и будет давиться должностью адвоката. Везде и за всех заступаться. Роль Надежды Васильевны и Веры Федоровны в Потеряевке. А значит, быть для меня, иглы, прокурором. Эти две должности всегда нераздельны. Ибо когда приходит время судить меня, то обязательно нужно доказать, что ты, Денис, злой, не нужен объект, за кого заступиться бы. Обязательно оказываясь на левой стороне, как перечисленные выше адвокаты многолетней дурости. Нахальность дикая, природная, из семьи своей вынес сюда. Наговорит любых гадостей и давит, чтобы его выслушали. При общем собрании может соскакивать многократно, нарушая дисциплину. Не управляем, не бит. Пока с ним справляется только Игорь Добунов. Симбиоз колхозного теленка и бульдога. В вере во Христа тверд, осознанно принял крещение в полное погружение, упорный в достижении цели. Любит братьев. Священное писание понимает, потому что тверд в неподчинении жене. Определение Игоря Добунова. Трудолюбивый. Любит учиться делать топорище. Хорошо поет, а хорошо поесть и поспать. Готов помочь сразу, если попросишь. Натаскает уголь, дрова. Помогал и без просьбы. И даже сердился, что его не пригласили что-то сделать. Краснобайствовать любит, наобещает и с охотой что-то сделает. И вдруг, ни слова не говоря, не придет, сам решая. Все, хватит, мне некогда. Необязательность уличная. Подпадает под чужое влияние. Хорошо, если это брат во Христе. Много читал, но применить к себе не так просто. Особенно о молчании, о смирении, как не лезть в чужие дела, в чужую жизнь. Нет жизненного опыта, гибкости мышления. Когда и что можно говорить. Настоящий солдафон. Каких бьют и дома, как в кавычках быков, и в Чечне. Страшнее всего грех самооправдания. В этом ему может быть равен только третяков Игорь. С которым они могут схватиться, спорить и при безбожниках. Так что тем бы их и разнимать. Нет страшнее греха, как оправдания греха. С легкостью может пойти работать до на десятые праздники и воскресенье. Положительно то, что не злопамятен. Отхочев и просит прощения. Благословение. Когда куда едет, чтобы за него помолились. И этим очень похож на Сашу Дмуху. Чем и кончить может. Последнее время серьезно стал задумываться о своем духовном состоянии. Или это только показывает. Стал спрашивать совета. Староста Крестово-Звиженской общины города Барнаула РПЦЗ Игнатий Лапкин. 6 февраля 2002 год. Характеристика пятая. На Виктора. Витю знаю со дня рождения. Каждое лето он проводил в лагере. Активный ребенок. На лошадях всегда был за рулевого. Любил животных, котят. Склонность к начальствованию у него с детства. Рос быстро, учился плохо. Грамматика совсем никудышная. Как у Алексея Загуляева. На двойку. И вдруг поступил в университет и стал учиться и при том старательно. Теперь Вите 22 года. Старательность, унаследованная от глубоко верующих родителей, помогала ему всегда. Но знает лишь, что ленивой может быть и душа. Имею опыт, что самые негодные дети из верующих семей. Как это не прискорбно. Личной встречи с Господом, похоже, и не было. Ревности свидетельствовать о Боге нет вовсе. Замкнут. Близких друзей нет. Авторитет не смог установить даже перед меньшими своими братишками. Критически насмешливое отношение отца Баптиста к внешней форме православно верующего человека, видимо, сыграло свою опасную роль. Стал циничным. Начал подбревать бороденку. Пока мне непонятно, почему Витя избрал православие. Тогда нужно больше упражняться в подвиге, смирении самого себя. Жить не по самовластию сектанскому. Не быть грубым и дерзким, доводя себя до ужасного хамства со старшими. Весьма рад, что сам Витя попросил себе характеристику. Захотел ли о себе узнать, кто ты есть? На тебя, Витя, написали характеристики шесть человек. Я сам-то не берусь знать все о человеке, и при том близких к тебе людей попросил помочь. И по некоторым пунктам все написали одинаково. Чрезвычайно завышенная самооценка. Дерзок по отношению к младшим братьям и с родителями груб. Настоящего уважения к родителям и страха перед ними не имел никогда. Мог убегать в туалет от отца, желающего наказать его. Не без лени, но если его увлечь каким-либо интересным делом, забывает про все. Не хочет делать или заниматься тем, что ему не нравится. Но если долг велит, то все же это сделает. Стеснительный. В общении с людьми прост. Но если распалиться, может быть бесцеремонным. Жаловаться на что-либо или кого-то не любит. Больше склонен к добру, нежели к плохому. Витя характерна дерзость в обращении с другими людьми. Даже со старшими его по возрасту. Неглуп, достаточно разумен. Правда, еще и упорен. Если он что-то решил, то переубить его бывает достаточно сложно. Практически не верит словам. Неподтвержденным делам и поступкам для него более убедительна сила примера. Из-за того, что в семье отец-баптист, а мать православная, при этом часто воюющие друг с другом в вопросах веры, и причем много говорящие об истинности именно их веры, очень критично смотрят на верующих. Этот критический взгляд на других мешает взглянуть критически на себя. О смирении и самоотвержении при этом говорить уже не приходится. Дается это ему очень тяжело. Вите нужно одно – забыть про проступки и грехи других людей, существующих вокруг, и углубиться в свою душу, предстать самому пред взором Христа и посмотреть на себя его глазами. Занудливость никогда не даст друзей, так и будешь ржаветь на задворках скудеющей памяти и пропащего здоровья. Умягчи себя и не умничай нисколько. Закупорен в себе, опыта общения никакого нет и не тоскует о том. Спеши, ибо откуда тебе знать, что будешь старым? Недоверчивость к близким. И дальше будет толкать в объятия таких, как Саша Дмуха, исключительно зловредно влияющие на тебя. По прошлым годам сужу. Отвергнись от него намертво, зараза. Братьев саделай друзьями. Умягчи свое сердце. В этом твои тяжкие телесные болезни в помощь. Когда были дома твои сестренки, то сколько было друзей? Какие гимны хвалы звучали в честь Христа? И что теперь? У вас в семье очень развито языческое шатание. Ничего не делание. Из угла в угол слоняетесь, начиная с главы дома. Ведь ты так много слышал об Иисусе с детства. Встряхнись, поревнуй отцу в деле проповеди о спасителе. Витя самостоятелен, трудолюбив. Иногда без ума прихвастнуть решает. Поскачет на лошади, да и свалится об землю на глазах девчонок. Или схватит один за конец бревно и начнет поднимать. И будет потом гнуться от болей в позвоночнике. Часто схватывался бороться с друзьями, с братьями. Так что стали думать, что не впал ли в детство, как я. Не мстителен, хотя и крайне не сдержан. Отчего потом горько страдает. Духовное состояние желает быть много лучшим. Зря не мути воду, что бывает таким натурам свойственно. При собраниях общины всегда стоит в коридорчике, никак не реагируя на указания от смотрителей-наблюдателей войти. И это очень плохо. Ибо даже на людях, даже в церкви свою глупую самостоятельность выпирает на первое место. Благотворное влияние на Витю оказывает его мать, Алевтина Пантелеевна, и сестры его родные. Приобретя чувство избранности у баптистов, на деле ничего не сделал еще для подтверждения всего. Сегодняшнее состояние – гнилое болото. Староста Крестовоздвиженской общины города Барнаула РПЦЗ Игнатий Лапкин. 24 февраля 2002 года. Характеристика шестая на Дмитрия. На занятиях в университете Митя сам подошел и попросил написать ему его характеристику. Для чего? Думаю, что хочет узнать, с чем подошел к сегодняшнему концу. Как всегда, я сам не берусь писать подобное, но прошу нескольких человек, от трех до семи, которые близко знают человека. На кого нужно написать характеристику? Написали бы, а я уж потом из общего составляю свое, выбирая из них, что мне видится правильным. То, что хочет о себе знать, не своими глазами – это хорошо. С виду настоящий русский богатырь, в действительности же очень слаб и болен нешуточно и по-разному. Так что сам себя считает не жильцом и понимает это и делает из этого правильные выводы. Надо готовиться к переходу серьезней. Бесхарактерный тюхтя. Как мешок с овсом. Добрый, отзывчивый на чужое горе и ищущий. Но на диване, ибо даже найдя ответ, не расторопится сделать решительный шаг. Обязательный сам предложит отвезти, помочь. Для женатого и в его возрасте сегодня это качество выделяет его заметно. 28-летний Дэнди. Очень обидчивый, но не злопамятный. И постоянно давится своим мнением, которое его ни к чему не приводит. Близких, духовных товарищей не имеет. Но много читая, видит, что вокруг и в церкви все настолько не так, что достойно слез и смеха. Но из этой среды не вылазит охотно. Но будет гнить до упора. Чувство юмора чуть повыше на один градус, чем у старообрядца. В близких людях, знающих путь Божий, легко выискивает кажущиеся ему неверные действия и на них зацикливается. С ехицей ухмыляется. Да какие, дескать, это верующие, чем пытается оправдать свое отсутствие. Это качество под старость делает обладателей такого, в кавычках, товара желчными брюзгами. Греха не боится и не прочь бы дальше жить, как все. Когда говорит о ком-то, что считает у тех неправильным, пытается скривиться на них. А сам живет так, как осуждаемые им. Это качество лишает настоящего покаяния. А фантазирование о том, что вроде бы мог создать новую общину, только бы не быть под контролем, не подчиняться уставу и старшему. Делает совершенно ватными его мозги. Умный, рассудительный, но на духовную жизнь это почти не влияет. Решительный шаг по-прежнему далек. Огромное самомнение. Доверяет своему намерению, выводу. Забывает делать поправку на то, что какова была прежняя жизнь. И если она была в связи с женщинами, то мозги уже насквозь продырявлены грехом. И оттуда сыпется труха. Никто де мне не указ. Никому я не хочу быть подотчетным. Когда встал, с кем дружу, когда схожу по желанию в церковь, потолкусь. Самость смертельная. Замечаний не любит. Предупреждение о последствиях из-за его поступков воспринимается обидой. Пытаясь настоять на своем. Нет настоящего советника, понимающего суть и любящего писание Божие. Предполагается, как отсказанного ему, и на него что-то наваливается. А это предрассудок. Накаркали беду на меня. До решения чего-то долго зреет. Но работа незримо идет. Особенно последние полгода. Додумывается даже принять правильное крещение. Ибо понял, что мочение макушки головы батюшкой есть обман. Кто любит много и бесконтрольно спать и поесть, и не разбежится на физическую ломовую работу, они все рыхлые и болезненные, и любят, чтобы их пожалели. Забота о том, что тебе, и о тебе скажут, не должна тебя волновать. Как бы и не про тебя говорится. А ты этим давишься. Мнение не знающих Слова Божия и плывущих по течению не должно вообще интересовать никого. А ты за этим многое уже и заплатил. Целеустремленный, пробивной. Есть связи с людьми и умеет ими пользоваться. Направь это вовнутрь себя, и сможешь быть и плодоносным, а это к путь, к небесному царствию. Общительный, наблюдательный, но нет решительности, и лидером не бывать. Но советом незрелым может кто-то и охладить от решительных действий, подсмеявшись над ним заумно. Себе на уме. Трудно поддается переубеждению, но всегда ему мерещится, что посягает на его диванную свободу. А значит, так и будешь сидеть в яме дутого эгоизма. С людьми, может быть, до грубости неделикатен, и особенно это страшно в отношении с родной матерью, верующей христианкой. В суждениях прямолинейен, как думает, так и говорит. Горячо отстаивает свои убеждения, не подтверждая ничего писанием. Потом все это отваливается от него, как короста, и он новое убеждение потихоньку в себе возрастит и начнет его защищать. Умеет признаваться в своих заблуждениях, и это радует. Не ищет корости при благотворениях и делает это с удовольствием. Тут уже сквозит доброта, заложенная мамой Татьяной. Признавая свои заблуждения, он, не имея твердости в приведении в исполнении своих благих намерений, остается пешим. Пока Адди не могу ничего поделать, вот такой я есть. Но читается подтекст, да и не думаю быть другим. Умеет просчитывать различные варианты, но останавливается, долго топчется в нерешительности, и это не вырвет его из состояния рутинного, а домашненного хлюпика. Колеблется и ненадежен в длительном пути, застонет, найдет болячку в коленке или в желудке и сойдет с дистанции на утро второго дня. Можно уверенно сказать, что Митя верующий, но патриархийный дух заволок его туманом безразличия. Прочитал книжку добрую, духовную, поставил ее на полочку и снова так же живи, как и до книжки на диване. Книжка сама по себе, а я независим ни от людей, ни отчитанного. Признает авторитет Евангелия и соборов, но все это не жизненно в нем, на одной заклепке. Понятие о церкви нечетко, потому что нормальной, серьезной церковной жизнью никогда не жил. Эпизодически встречаясь с настоящими верующими, начинает вспыхивать, тосковать о лучшем и тут же опускается на дно патриархийного болота лжи и проходного двора. Принял твердое желание принять только трехкратное погружательное крещение. Но что за этим следует? Об этом кто за тебя будет думать? Дальше-то и начинается самое главное жизнь во Христе. А этого-то ты и не умеешь, и ни один без общения с верующими не получишь. Так и сотлеешь в самости и не церковной жизни. Что такое община? О том начинает доходить. Но только бы быть вольным казаком, не подчиняться ни в чем и никому. Этим пытается сам для себя компенсировать свою подчиненность в вопросах в общении с женщинами. Рад бы был, правильно покрестившись, жить по своей воле, эпизодически отмечаясь в церковном проходном дворе, что все же я не отступник, как родная моя сестра Катенька. Борода есть, но неплохо бы ее на две трети подровнять и не нести за это епитимию. Крестить можно бы его, но по длительному времени, пока не докажет, что от своего «я» отгребаться начал, что стал подлинно ревностным христианином и начал благовествовать без ухмылки о спасении во Христе и что сделал для него Христос воскресший. Общение с верующими из нашей общины благотворно влияет на него, и видно, что это ему на пользу. «Дьявол крепко сковал твои мозги, Дмитрий, размолоти эту твердыню стоянием во Христе по его отвесу». Староста Крестово-Сдвиженской общины РПЦЗ, преподаватель курсов по изучению священного писания в АГТУ города Барнаула Лапкин Игнатий Тихонович. 24 января 2002 год, 5 часов утра. Характеристика номер 7. Настя, 24 года. Внешние данные, цены ей нет, и такой она может явиться не раз. С Настей нужно подольше пожить, и ее характер прорисовывается, как на скале. Скрытная, пристрастная к заумным рассуждениям о том, что вне области осязания. Легко входит в мертвое упорство. Черта старообрядцев. Легко уйдет из общины навсегда, так и не оценив ее уникальности. Никакие доводы ее не убеждают. Стоит на своей неблагодарности, ссылаясь на чье-то духовничество. Жизнь в ненормальной семейной обстановке приучила ее без жалоб переносить бедность, дикие сцены матери. Постоянная нужда и помощь со стороны выработали в ней привычку относиться к помощи, как к должному. Взяла и тут же ждет, кто и что даст еще. Легко сядет за любой стол и от радости незнакомым расскажет все о прежних благодетелях, кивая на любое их поношение. И это срам. Очень обидчиво, нет юмора. Из чуть осложнившейся ситуации выходит с трудом. И тогда лишь, если откроешь ей глаза на огромный ущерб, который она своим языком нанесла и своим, и своему столу. Если попадет в добрую семью, неупертому старообрядцу, с ней жить можно, если ее мать не будет сидеть за их столом. С виду кроткая и смиренная, но властная и упрямая. Какой ветер в дальнейшем будет надувать ее паруса, и кто будет стоять у штурвала семьи? Если умные, добрые, нежные, не железнобетонные, то есть надежда, что ее малое трудолюбие увеличится, а большая сонливость уменьшится, сгладится. А если свекровь будет злобная и властная, хотя бы и добродетельнейшая, Настя потеряна для всех, ибо она легко бросается в крайности, которые сама же и оправдывает. Скрытность – это не есть неосуждение. Нагловатость и дерзость делают ее очень агрессивной, укутанной самомнением. На замечание почти не реагирует, изменений в лучшую сторону пока нет. Нужда заставляет есть алычу. Сейчас ее установка – выжидание. Мое дело женское, я все понимаю, да помалкиваю. Влияние ни на кого оказать не может, даже на восьмилетнего брата Максима. Насте нужно возвыситься над нуждой и за чечевичную похлебку земных благ не расстаться со своим духовным преимуществом. Нужно сразу рассмотреть, чего от тебя хотят и что сделают с тобой за голодную утробу, насыщенную щедро недругами. Береги себя! Научись давать, а не только брать! Староста общины Лапкин Игнатий Тихонович 25 января 2001 года Характеристика номер 8 Саша около 35 лет Глубоко верующий старообрядец белокреницкой иерархии Верит не по слову Божию, а как принято уистовых старообрядцев по наследию от родителей бездоказательно, без деревянной иконы и молиться не будет. Всегда пугает циничной усмешкой с ехидностью, что свойственно ядовитым натурам старого покроя, желающим все время над кем-то посмеяться. Но так как природного юмора нет, получается долдонство и неподъемная старообрядческая шутка-глупость. По натуре Саша добрый, унаследовал от родителей и развил себе непрерывным упражнением дар милосердия, рад помочь всем, на своей машине отвезти-развезти хоть до Дальнего Востока всех бабушек и случайных попутчиков. В добродетели нет никакой рассудительности. Без рассуждения отдаёт, кому попало вещи, деньги и часто оказывается обманутым. Всех приезжающих в церковь, гостей готов забрать и обязательно заберёт и привезёт домой, не думая ни о родителях, ни о материальном ущербе, черта неподпоясанной доброты без рассуждения. Любит делать подарки. Дома с родителями у него многолетняя, тридцатилетняя война. Так качество неуступчивости, мёртвой убеждённости в своей правоте в делах веры переносится на дела житейские. Большое образование, мирское, зажатое в старообрядческий пенал-колодец сделало разговор доводы, как на деревянных башмаках с изуродованными ногами у китаянки. Рассуждения о вере шаблонно-плоские, упертые до предела. Если в кои веки женится, то если жена будет не такая же упертая староверка, но знающая слово Божие, уступчивая, не из богатых, ласкающая его, удивляющая его мудрости и доброте, то через год она не умрёт. Первый совет Саши. Сотри циничную хмылку с лица. Всё наперёд всегда знающего, кто бы и о чём не заговорил. Такие люди бестактны и неинтересны. Выводы об общении за гранью родительской бабушкиной веры отсутствуют. Совершенно закрыт для духовного роста от Слова Божия. И это страшно. Нужно поставить Библию на первое место везде и всегда. Провести переоценку своего духовного багажа во свете Библии, при жизни. Тогда щедрость, милосердие, доброта явлены будут во свете воскресшего Иисуса Христа во веки веком. Староста Крестовоздвиженской общины РПЦЗ города Барнаула Игнатий Тихонович Лапкин 22 апреля 2001 года. Смирение не свойственно рабам, а они пока послушны и покорны. Им каждый день за шеи и по зубам и держат на работе самой черной. Их в три погибели скрутило по нужде. Им некуда приткнуться и податься. Их обещания вилами по воде. В душе же ад, пылающие страсти. Пока над ними твердая рука, надсмотрщики, наручники, их жалко. Они покорны, но это лишь пока. Работа каторжная, корм и палка. От первой искры, слуха, мятежа, они взрываются, выбрасывая грязь. Крадутся до хозяйского ножа, всех раскулачивают, душат, сеют казнь. Свобода, мир, божественный закон, недосягаемый плебейскому отродью. Им жизнь игра, все ставится на кон, характеристика для русского народа. У Круткого, смиренного в запасе, весь арсенал спокойствия в душе. За все благодарю, какое счастье! Я со Христом, я им спасен уже. Мой Бог располагает все ко благу. Мне светит утром яркая звезда. Без Иисуса не ступлю ни шагу. Страх Божий для меня, его узда. Раскрепощенный духом испытания, воспринимаю от его любви. Потери, гнет и скудное питание, до ус сраженья, до большой крови. У верующих тайная молитва, любое делание только для Христа. Свобода в рабстве, тишина средь битвы, обида, зависть не войдут в уста. 31 мая 2002 год, Игла.